Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! Сегодня мы с вами сделаем небольшую прополочку. Давно уже назревал этот вопрос, потому что слева сверху появились довольно большие заросли. И сегодня мы их с вами будем разгребать. Сейчас я покажу их вам поближе. Вот здесь, в этом пучке, получается, перемешались друг с другом Людвигиорубин, Альтернатера и Жемчужная Трава. Вот спереди здесь несколько веток Людвигии. Вот здесь один или два кустика Альтернатеры. Сверху несколько полянок Махофеникса. И вот в дальнем углу получается Жемчужная Трава. Все это перемешалось. Сегодня мы это все будем распутывать. Что-то мы удалим, что-то оставим. И таким образом немножко разгребем этот угол. Потому что свет сюда проходит очень плохо. И с этим нужно что-то делать. Потом я хочу полностью выдернуть вот этот большой куст Стрелолиста. Потому что разросся он довольно сильно. Он дал боковые побеги. И дело в том, что вот там внизу у меня есть полянка Буцефаландр. Ну, дело в том, что Стрелолист их полностью укрыл. И свет к ним практически не проходит. Поэтому с этим нужно тоже будет что-то сделать. Из этого большого куста я оставлю несколько отростков. И высажу их на то место, где сейчас находится большой куст. Также, раз уж мы туда полезем, мы с вами хорошенько просифоним этот участок грунта, где сейчас растет это растение. Потому что, честно говоря, я уже забыл, когда там грунт сифонился. И в конце мы с вами выдернем вот этот куст Криптокарины. Потому что он вылез на передний план. Ему здесь совсем не место, потому что он довольно длинный. Как он здесь появился? Дело в том, что маточный куст выбросил стрелки. И вот слева еще тоже стрелки лезут. И этот куст вот таким образом здесь образовался. По всей видимости, он уже довольно хорошо укоренился. Но все равно его отсюда нужно удалять. Вот так это все выглядит сверху. Вот такая получилась перемешка. Людвигия. Альтернатера. Вот тут несколько полянок мха феникса. Жемчужная трава. Вот эту стрелку дал стрелолист. Скоро будет цвести. Но мы все равно сегодня его выдернем. Вот тоже ветка Людвиги Рубин. Тоже уже выросла очень длинная. Мы ее сегодня укоротим. И сейчас я попробую все это поднять рукой и перенести в лоток. И дальше мы уже будем с ним разбираться в лотке. Я уже переместил всю ботву в лоток. Альтернатеры получилось гораздо больше, чем я думал. Получился вот такой куст. Такой куст. Потом вот такой куст. Этот рос больше в тени. Ближе к боковой стенке. Этот был ближе к лампам. Цвет листьев у него более такой насыщенный. Потом вот такой еще кустик. Альтернатерки маленький. Потом. Вот так успела нарасти жемчужная трава. Вот такой получился пучок. Оставлял буквально пару веточек. И где-то месяца за полтора-два. Вот столько успела нарасти. Такого хорошего зеленого цвета. Потом. Людвигия Рубин. Вот такая веточка. Эта ветка чуть поменьше. Потом вот такая ветка. Эта чуть побольше. И вот такая ветка. Вот такая ветка. Это самая большая ветка. Вот так она выглядит. У нее куча корней уже образовалась. Ну. Вот такого она цвета. Кстати. Вот эта часть этой ветки. Она росла под самыми лампами. Причем под лампой осром флора. И видно насколько у нее насыщенный цвет листьев. Вот ради сравнения можно посмотреть. Вот эта ветка, которая росла больше в тени. И та ветка, которая была под самыми лампами. Разница явно ощутима. На вот этой ветке, на большой, есть много отростков. Причем уже даже нельзя назвать их отростками. Тоже полноценные ветки, которые можно будет отщипнуть и высадить в грунт. Выше по стеблю тоже есть отростки. Но они более короткие. Вот эти, кстати, участки стебля можно вот так вот отрезать вместе с междоузлием. Здесь есть корешки. И можно вот так вот, вот такие пеньки оставить плавать сверху. Чтобы эти ветки могли самостоятельно, полноценно развиваться. И я скорее всего так и сделаю. А вот эту верхнюю часть ветки я укорочу. И скорее всего вынесу. Вернее отдам на рынок перекупщикам. Так что прополка продолжается. Идем дальше. Продолжение следует...